Про заводские испытания автомобилей, надеюсь, все знают. Про независимые краш-тесты. Так вот, зарядные комплексы, разработанные и изготовленные компанией Auto Enterprise, также проходят все эти процедуры. Еще на этапе разработки в компании проверяются и перепроверяются параметры будущих изделий, отлаживается эргономика и технология производства. Ну а после сборки тестовых образцов, зарядные комплексы подвергаются обязательному тестированию в, так сказать, боевых режимах. То есть новенькую зарядку проверяют на соответствие проектным характеристикам. Одним из обязательных тестов является нагрузочный тест. К комплексу подключает мощный потребитель в виде Теслы генерального директора, способный скушать 125 кВт и при этом оценивается стабильность работы зарядки и ее температурные режимы. Новая версия мультикомплекса Auto Enterprise в ходе нагрузочных испытаний показала себя с лучшей стороны. Через несколько секунд после старта процесса зарядки комплекс выдал максимальную мощность, те самые 125 А, 50 кВт и поддерживал ее до полного заполнения батарей Теслы. В рамках проведения тестирования мультикомплекса также проверили и новый девайс. Европейский трехфазный 63 А Type 2 сокет на 44 кВт был протестирован нагрузкой в виде мультикомплекса с трехфазным потреблением в 70 А, 50 кВт, что на 10% больше максимального режима использования. Очень важно, что при этом температурный режим также оставался в пределах расчетов конструкторов Auto Enterprise. Согласно стандарту, максимально допустимая разница температуры воздуха на входе и выходе системы вентиляции комплекса не более 20 градусов. При фактических испытаниях был получен великолепный результат. Разница температуры на входе и выходе не превышала 5 градусов, а значит запас по перегреву плюс 75% от стандарта. Даже при температуре окружающего воздуха плюс 50 градусов элементы комплекса не будут испытывать проблем с перегревом. Таким образом, в ходе испытаний надежность новой версии мультикомплекса Auto Enterprise была полностью подтверждена.